Изменение климата в Приморье почувствовали на себе не только люди, но и животные. Осень на юге Дальнего Востока традиционно считается лучшим временем года. Одна из причин тому – обилие дней с тёплой погодой в первые два месяца. В ноябре приближение зимы происходит обыкновенно быстро, но не в этот раз. По информации от аведов, медведи не смогли залечь в зимние укрытия и продолжают вести активный образ жизни. Эксперты предупреждают людей о возможной встрече с порядком загулявшими косолапыми. Мы сегодня достаточно долго гуляли по медвежьим угодиям и на нашу удачу не встретили ни одного из них. В лесах Южного Приморья, где мы сейчас находимся, более распространён белогрудый медведь. Белогрудый медведь обладает удивительной особенностью. На зимовку он залегает, как правило, в дупло крупных деревьев и вообще ведёт полудревесный образ жизни. Обычно медведям для того, чтобы впасть в спячку, нужно несколько условий. Стабильный снежный покров, устоявшиеся низкие температуры, чем как раз поздняя осень в этом году явно не баловала обитателей тайги. При этом зоологи сообщают о достаточном количестве корма для косолапых, что, по мнению охотинспекторов, не должно привести к появлению животных вблизи населённых пунктов, как это порой происходит в голодные времена. Недавно появление косолапого отметили вблизи Лесозаводска. Возможно, Мишка как раз направлялся к месту зимовки, но чуток заплутал. И тем не менее, как нестабильность климата отразилась на поведении животных, учёным ещё только предстоит выяснить. А потому, встретив на снегу следы, проявите максимальную осторожность и постарайтесь незамедлительно покинуть опасный участок. Евгений Михайлов, Телемикс.